У вас хорошая камера. У меня простой телефон. Причем Huawei пять лет назад. Вы знаете, хорошая камера. Жалко, что Huawei ушел из России, да? Больше не будет у вас такой хорошей камеры. Не знаю. Ушел он. Мне интересует. Будет другая еще лучше, я думаю. У меня лично. А откуда вы возьмете другую еще лучше? У меня из Пикера. Очаков ТВ представляет Всем доброго дня. Подписники каналов Киевская Русь и Очаков ТВ. Я вам хочу висловить вдячность за то, что вы смогли насбирать нам на тепловизор. Ось он. Сергей Иванович нам его уже надислав. Вже давненько, но видео снимаю только сейчас. Чтобы не было часу. Все добре. Он работает. и дякую вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Видно хорошо, слышно хорошо. У вас хорошая камера. У меня простой телефон. Причем Huawei пять лет назад. Вы знаете, хорошая камера. Жалко, что Huawei ушел из России, да? Больше не будет у вас такой хорошей камеры. Не знаю. Ушел. У меня интересует. Вы другая еще лучше, я думаю. У меня лично. А откуда вы возьмете другую еще лучше? Я из Питера. А? Из Питера. Ну, а где вы возьмете? Если Китай ушел, вся Европа от вас отвернулась, где вы возьмете нормальный телефон? У нас никто не ушел, на самом деле. Ага. С вами работает и Huawei, и Apple работают, и Microsoft. Все работает. Все есть и существует. Все работает. Цены не поднялись, зарплаты выросли. Я знаю. Цены на телефоны и компьютеры упали в два раза. Да, да, да. Я согласен с вами. Вот ровно сегодня, вернее, недавно, на компьютерную технику, на телевизор, на всю хуйню эту. Не ругайтесь только матом. Сколько у вас iPhone 14 стоит? Извините, пожалуйста. Сколько iPhone 14 у вас стоит? Я не знаю. У меня вот эта вот беда, типа китайская, да? А-а-а. Жена у меня вот этой, Apple. Я ей говорю, зачем тебе Apple? Ну, они вот родственники. И в два раза Apple упал в цене у вас, да? Не могу сказать, не знаю. А зачем же вы сказали, если вы не можете сказать? Я говорю про технику, которая упала. Я говорю про технику Apple. Она что, упала в два раза? Я не интересуюсь этим. А зачем же вы говорите, что в два раза упала, если вы не знаете? Ну, я знаю, что компьютеры и вся техника упала в два раза. То есть компьютеры Apple в два раза меньше стали стоить, да? Про Apple я вообще ничего не знаю. А какие компьютеры? Роботрон ГДРовские у вас упали или какие? Я не знаю. Ну, техника упала в цене в два раза. Вы не знаете, какая, но кто-то, где-то вы слышали, что что-то упало. Я не интересуюсь этим, что вы достали. Я не интересуюсь, что вы знаете точно, что где-то что-то упало. Я вас понял. Нет, мне так сказали, утверждать не могу. О, вот тут я ценю вас за честность. Видно, что вы настоящий питерец. Видно, что вы настоящий питерец. Ну, я понимаю, что мне так сказали. А вы, кстати, давно в Питере живете? Вы в Питере давно? Интересоваться я... Вы давно в Питере живете? Ну, как сказать давно? Все время. Как есть, говорите. А, вы родились прямо, да? Ну, да, примерно. О, слушайте, а почему Санкт-Петербург назвали Санкт-Петербург? В честь кого? Ну, я такой историей интересовался. Вот единственное, вот свои, мне 72 года, да, я был в шоке недавно. Вез человека, который не основал Питер, а был предком до основания Питера. Это он вам рассказал такое, вы ему поверили, да? Я не то, что поверил, а я это проверил, это фарс. Интересно. То есть, в честь чего Санкт-Петербург был назван Санкт-Петербургом, вы не знаете, да? Проверить нет возможности у вас. Нет, я вообще в истории, извините, я простой обыватель. Ну, ладно, я вас извиняю, слушайте, бог с ним. Не будем углубляться в исторические темы, я сам это не очень люблю. Анечка, фамилия. Он сейчас работает. Да, хорошо, меня это не сильно интересует, меня больше интересует... А есть Анечка, но... Я знаю, Анечка, я знаю. Как вы относитесь к тому, что ваш президент международный военный преступник, признанный ГААКским судом? Ты дурак? Нет. Ты идиот? Нет. А вы? Нет, ну, ты врубись. Ну, это официальное... Это официальное постановление суда ГААКского международного. Какого суда? международного криминального ГААКского. А что это такое? Ну, что? Это очень значимый суд. Серьезно? Да, а хотите, я вам докажу, что это значимый суд, и Путин его считает значимым? Хотите, докажу вам? Правда? Хотите, докажу? Нет, докажите. А вы знаете... Давайте, я вам докажу. Мы бюро, где применяем? Подожди, секундочку, я вам сейчас докажу. Подожди, подожди. Я вам сейчас докажу. Стоять еще. А потом поговорим. Стоять еще. Да мне это... Важнейшие условия устойчивости и легитимности этой организации. В том числе, в контексте выработки и реализации комплексной стратегии противодействия новым вызовам и новым угрозам, с которыми сталкивается человечество. Международный суд вносит огромный вклад в дело в предотвращение международных конфликтов и мирного разрешения уже возникших споров. И в конечном счете ваша деятельность способствует утверждению международной справедливости. это стало возможным благодаря независимости особому статусу и уникальному составу его судей. Путин выступал в Гаакском суде. В Гаакском суде пел дефирамба этому суду. А скоро он выступит в качестве обвиняемого там, представляете? То есть он не скоро выступит, он уже выступает в качестве обвиняемого там. человек, математику знаешь? Ну, немножко знаю, да. Немножко знаешь, да? Вот ты представляешь, у вас сейчас 20 тысяч миллионов, да? 20 миллионов населения, да? Это 500 тысяч, 25 тысяч миллиардов, вот так. Миллионов, да? У кого 20 тысяч миллионов, у кого? У Украины. 20 тысяч миллионов? 20 миллионов населения. Как 20 миллионов? Смотрите, было 45 до широкомасштабного вторжения. Считается, что 8 миллионов женщин, детей выехало за границу. 45 минус 8? У вас плохо с арифметикой, да? 20, ну, никак не получится. У меня вообще плохо с арифметикой. Никак не получится. Получится 47. Ой, прошу прощения, 37, а не 20. То есть вы в два раза примерно с вами. С моей арифметикой, ну, областя, ты отними Крым и получишь. Ну, областей Мариупольская, там, Томистр. Так вы отняли в 2014 году Крым. Его сейчас возвращать будут в этом году. Нет, ну, на данный момент, мы же говорим, да? На данный момент 20 миллионов. Да нет, а в Крыму вы же считаете, вы считаете, что в Крыму 12 миллионов живет? Вы считаете, что в Крыму 12 миллионов живет? Нет, нет, давай... В Крыму живет 2 миллиона. 2, 2, 2. Ну вот. Донецк. Даже если Крым не считать, все равно не получается на Крыму скататься. Да. То есть на Украине в целом, что вот Украина, да? Ну, 21... Мы сейчас говорим, вы ушли. Мы сейчас говорим о суде гаакском. Как вы относитесь? Да это смысла не имеет. Преступник, международный. Не имеет смысла. Почему? Если ты разумный комиссар. Почему не имеет смысла? А потому что у вас нет войны. Россия с Украиной. Что такое война? Война? Я могу вам дать определение. Война? Это Ливан возьми. Нет, я вам могу дать определение, что такое война. Когда ковровые банки... Вы знаете, что такое война? Определение. Война, знаю. Это ковровый бомбардерок. Нет, нет. Гаакский суд осудил. Гаакский суд осудил действия американского коврового бомбардера. Война? Россия применяла хоть одну. Нету такого термина, как ковровый бомбардерок. Россия применяла хоть одну, то есть снести город Киев за три часа. Вариуполь, да. Вы его снесли полностью. Да вы его сами снесли. Ага, чем? Начнем с этого. Как мы его сами снесли, если там защитники были внутри города, как его снесли? Родное сердце. Что ты имеешь? Родное сердце. Идет зарабатывание бабок. Что ты тупишь? Что ты лупишь своим зрителям? Идет зарабатывание бабок. Кто зарабатывает бабки? На людях. Кто зарабатывает бабки? Кто тебе платит? Кто зарабатывает бабки на людях? Кто? Кто тебе, пидору, платит? Тихо, не ругайся. Рабительство твое украинское. Кто зарабатывает бабки? зарабатывает деньги на людях. Путем того, что Россия напала на Украину. А Украину смести ровно, блядь, за две секунды. Нихуя. Куда, сука, блядь, лезете? Вот так. Его понесло. Понесло. Чувак, у меня программа тебе выключает звук, когда ты начинаешь материться, понимаешь? Потому что ты сейчас пойдешь нахер просто, понимаешь? Еще одно слово матом, ты пойдешь нахер. Понял? Услышал меня? Да у тебя мозгов-то нет. Все, говори, если хочешь, чтобы я тебя слил в унитаз, ругнись еще раз, я тебя сразу слил. А ты сам в унитазе уже давно. Ты в унитазе, чувак. У тебя вместо мозгов у тебя унитаз, понимаешь? А захлебываешься по носу. Вот это все твои аргументы. Я насчет Гаагского суда, который осудил вашего военного преступника Питина. Так самое интересное, на коленях Зеленский твой стоял и клялся, что войны не будет. То есть одно... Кому он клял, что войны не будет? Это понос. Зачем ты врешь? Он никому не клялся, что войны не будет. Зачем ты врешь? Он обещал... Что? Путину, что встану на колени, что не смешал. Он не Путину обещал. У тебя все смешалось в доме Облонских. У тебя такой кавардак в голове, блин, капец. Нет. Перед выборами в президенте... Путину он ничего не мог обещать. Он обещал... Нет. Путину он не обещал. А что ж ты говоришь Путину? Что ты меряешь, блин? Потому что Путин с ним даже... Даже... Разговаривать никогда не будет. Не с кем разговаривать. С международным преступником никто разговаривать не будет. Уголовным, международным, военным преступником Путином больше никто в мире. Ни один цивилизованный человек разговаривать не будет. Только вот такое дерьмо, как ты, и другое дерьмо, в котором... А Синь Цзинь Пинь? Это тоже преступник? Пошел вон. Пошел вон. Синь Цзинь Пинь. Синь Цзинь Пинь. Тоже преступник? Пока что нет. Пока что нет. И я думаю, что он не решится помогать Путину, чтобы каким-то боком стать этим самым хоть на чуть-чуть преступником. Мы посмотрим результаты этой встречи, вот она состоялась вчера, смотрим ее результаты. Но я абсолютно уверен, что Цзиньпинь не такой тупой, чтобы стать преследуемым гаакским судом. Продолжение следует...